Этот день особый для миллионов. Первый человек в космосе. Он сумел, он полетел, он вернулся. Юрий Гагарин наш человек в космосе. Улыбчивый парень из Гжатска стал символом мира и космоса. После этого поистине грандиозного события для всего мира стало очевидно Советский Союз первый в той самой космической гонке. С тех пор прошло 55 лет, а 12 апреля в календаре значится Днем космонавтики. В районном культурном комплексе прошло торжественное мероприятие для учащихся школ, на котором ребятам еще раз напомнили о великом подвиге нашего народа и отдельных людей. А задумайтесь сами, насколько тяжело быть первым, шагнуть в неизведанное, потому что ты не знаешь, что там. Но всегда для того человека, который будет первым, вместе с ним работает целая команда. Действительно, за этим событием стоит немало имен, многие из которых даже не на слуху. Однако, что может быть важнее всеобщего ликования и гордости за страну, которая, пережив тяжелые годы войны, не просто сумела восстановиться, но и сделать такой поистине вселенский прорыв в науке и технике. Надо отметить, что для нашего района этот праздник особый. Именно здесь Юрий Гагарин проходил подготовку на базе ЦПК, здесь жил и тренировался. Вы знаете, что Щековский муниципальный район, это космический район, район, откуда впервые с аэродрома Чикарский ушел в свой первый, самый главный полет Юрий Алексеевич Гагарин. Школьники, заполнившие зрителей зал, внимательно смотрели концерты, слушали рассказы о великом дне покорения космоса. Многие особо прониклись этой темой. Мне гордиться этим событием. Я не знаю, кем нужно быть, потому что событие настолько знаменательное, что это был такой прорыв в науке, в космическом изучении космоса, которое дало дальнейшему развитию полета на МКС. Для современной молодежи пример достойный подражания. Совершение бесстрашия, профессионализм, ответственность – это, по мнению всех выступавших, должно стать символом процветания и дальнейших успехов в развитии страны. И такой заманчивой и бесконечной темы, как космос. Лилия Тимеева, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».